Всем привет, я Юра Дидух, я техлит на одном из наших проектов в соцсервах. Сегодня я хочу поговорить по Spring Cloud, в принципе, такие результаты нашего G2E конференции, которая была в Киеве весной. Недавно у нас уже была презентация по Spring Cloud для Майкроссервиса, если не ошибаюсь, Дима Хасилин, я провалил. Она очень много затрагивается, эта презентация, но, в принципе, я хочу немножко поговорить, более архитектурно рассказать, чем это нужно, и как с помощью Spring Cloud мы можем много архитектурных проблем с Майкроссервисами решить. Что-то будет повторяться, что-то, возможно, новое будет. Ну, посмотрим. Я планирую Spring Cloud разносить на несколько сессий. Сегодня поговорить о таких начальных штуках, базовых паттернах и решениях, немножко провести демонстрацию. Потом, после этого, я с Женей запишусь еще на одну сессию, когда будет свободное время. Расскажу немножко по прикладному решению, как можно заправить какие-то Spring Boot-based проекты и как их деплоить на какие-то уже клауд-платформы, по АС-платформы. Плюс немножко расскажу, показать по докер, рассказать докер интеграции с Spring Cloud проектами. Что мы сегодня поговорим. Мы сегодня, опять же, затронем тему микросервисов, потому что оно все очень связано, и, в принципе, это решение Spring Cloud, это все было придумано по веянию от этих всех новых трендов микросервисов. То есть, опять, мы немножко поговорим о бенефитах микросервисов, о их негативных сторонах. Потом обсудим эти челленджи, с которыми программисты стыкаются для того, чтобы сделать продукт базированный на микросервисах в архитектуре. И поговорим, как можно решить вот эти проблемы, используя вот такой Spring Cloud Tool. Либо даже, я бы сказал, Toolset. Опять же, все помнят, что такое микросервисы, что они — это маленькие, как бы, те же самые программы, которые с слабым связыванием, они независимые, они помогают нам очень быстро вынести продукт в какой-то продакшн. Мы можем покрыть очень качественно тот или иной микросервис продукт тестами. Они маленькие, они не обязательно должны быть написаны на Java, они могут быть написаны на любом языке, как в прикладном языке, который наиболее лучше покрывает ту или иную область, для которой этот, как бы, маленький продукт написан. И они есть, как бы, по дефолту идеология микросервисов, что они должны быть stateless, и как результат они, это позволяет нам очень просто скейлить эти сервисы. Но в то же время, как бы это ни было, ни звучало хорошо, с этим скейлингом стоит у нас маленькие микросервисы, но когда мы говорим о уже какой-то конкретном продукте, который базируется на микросервисах архитектуры, мы начинаем это все планировать, строим архитектурный план, смотрим, сколько у нас этих маленьких сервисов выйдет, и получается у нас такая каша, и когда мы уже смотрим на эти все связывания, и получается вот такая паутина, что очень трудно в этом разобраться. Поэтому, что у нас выходит? Сразу у нас знаем, когда у нас есть несколько сервисов, которые делают ту или иную задачу, и есть какие-то сервисы, которые используют функционал других сервисов, нам сразу возникает проблема идентификации сервиса в нашей сети. Если будем говорить о каком-то multi-zone environment или multi-tenant, это получается вообще настолько большая головная боль, что так просто прикладным решением все обычные программисты не решат. Снова проблема, опять же, есть с load-balancing, потому что если у нас есть несколько инстансов одного и того же сервиса, нам надо как-то load-balancing для того, чтобы какой-то либо сервис, либо какое-то приложение, которое используется на сигнал того или иного сервиса, мог доступиться до какого-то инстанса, к сервисам, не загружая один. И снова перформанс тоже из-за того, что сама идеология микросервис построена, что протокол коммуникации между сервисами по дефолту говорит, что лучше всего делать, чтобы он был REST-based, из-за этого HTTP у нас может быть некий перформанс-дробок. Плюс для того, чтобы это все майнтейнить, деплоить, это когда нужно очень знать, иметь хорошие skills, skills in the ops area. Очень много негатива, очень много, конечно, в то же время позитива, но опять давайте разберемся, что такое Spring Cloud и как оно может нам помочь с вот этими всеми челленджами, которые мы только что обсудили. Что такое Spring Cloud? Это не есть какой-то тунт, это не есть какой-то конкретный фреймворк, предложение, это не панацея от всех бед. Это набор продуктов под таким кодовым названием Spring Cloud, который тебе позволяет, предоставляет готовые уже решения для того, чтобы решить, в принципе, такие насущные проблемы, которые могут возникнуть при разработке микросервис-бейст продуктов. Построен это как бы решение на основе, базируется на основе Spring Cloud. И у них есть очень много интеграций с другим, с Netflix, с TEC, которые помогают покрыть очень много паттернов, которые возникают при разработке дистрибута системы. Ну и если он базирует на Spring Boot, значит, знаем, что он базирует на аннотации, что очень удобно. Опять же, что это как бы есть не один тул, это есть тулбокс. И мы можем как бы в большинстве случаев, зачем нужно использовать Spring Cloud Toolbox, для того, чтобы если мы работаем с проектом, который базируется на микросервис-архитектуре, в котором будет веб-продукт дистрибьютер в экосистеме пускаться и работать. Ну и мы знаем, что очень много будет деплойм, это возможно в том день. При разработке таких дистрибута аппликаций, базированных на микросервис-архитектуре, очень много у нас есть, как говорил, челленджа. И вот Spring Cloud представляет нам такой список паттернов, которые он как бы готов помочь девелоперу для того, чтобы их решить. Первая проблема – это как бы централизированный configuration management паттерн. У них есть свой тулзик, так это все очень легко решить. Паттерн по discovery сервиса, модификации сервиса в сети или по какому-то критерию. Вот Circuit Breaker паттерн. Мы немножко позже поговорим о нем, покажем. По intelligent routing, control bus, global lock, по leadership election и очень много разных паттернов. Spring Cloud постоянно развивается, добавляются новые тулы, которые позволяют решать какие-то насущные проблемы. Из таких основных тулов, которые частей как этого же Spring Cloud, которые позволяют решать насущные задачи, у нас есть тот же самый как бы Netflix, их OpenStack и интеграция Spring Cloud с Netflix для того, чтобы, например, тут же построить какой-то discovery сервер. У нас есть очень популярный Netflix Eureka продукт, либо набирающий популярность Spring Cloud Console, ну и всем известный Apache Zoro Keeper. Они есть разные, если помнить как теорему, consistency, availability и, боже, performance, я сшибаюсь, да. Каждый покрывает свою часть, как бы свои два звенья из трех, знаем, что три невозможно покрыть. Поэтому каждый, в принципе, девелопер или, как бы, тот же самый архитектор, который планирует эту всю задачу, он, как бы, должен посмотреть, что лучше всего нам использовать для нашего продукта. Для конфигурация сервера Spring Cloud у них есть их конфиг сервер. Для решения Circuit Breaker паттерна у нас есть Hystrix, в то же время для кого-то client-side routing, либо генемического routing и client-side load balancing у нас есть Ribbon. Для мониторинга, в принципе, есть тот же самый Hystrix, Turbin есть, и какой-то сервер, либо какой-то server-based load balancer у нас есть. Ну, и очень много разных Cal-tools. Давайте быстренько поговорим о наших каких-то common паттернах, которые возникают. Самое первое – это, если мы базируемся на Microsoft Architektur, нам нужно где-то иметь централизированную конфигурацию, потому что невозможно, ну, как бы, в теории, возможно, чтобы каждый сервер имел какую-то там свою application properties, либо там серверные properties файли, какую-то configuration информацию, но если мы знаем, что мы базируемся, делаем дистрибьютор систему, и какие-то там параметры могут изменяться, то есть мысль подумать о централизированной конфигурации. Вот. У нас есть готовое решение для Spring Cloud и их configuration сервис. Вот. И их configuration сервис позволяет работать с ремонтными репозиториями, гид из n, плюс, и в то же время, как бы, с локальными каким-то файл-системами. Вот. И также разрешает присоставить свои кастомные решения для каких-то кастомных репозиторий. Вот. Окей. По Service Discovery, опять же, для чего оно нужно? Для того, чтобы где-то и хранить список наших сервисов, с которыми мы планируем работать, которые есть в нашей экосистеме. Вот. Переставьте сервис, регистрирует себя на этом Service Discovery сервере. Говорит, что вот я такой сервер, пожалуйста, меня зарегистрируй. Вот мой хостнейм, вот мой порт, вот там мой сервис ID, и там, возможно, в принципе, реально еще добавить очень много дополнительной метадаты, которая, возможно, будет использоваться другими сервисами, как критерий при выборке какого-то сервиса Simpsons. Вот. Опять же, клиенты коннектируются к этому Service Discovery серверу и спрашивают на наличие, опрашивают тот сервер на наличие интересующих их сервисами. Либо по Service ID, как бы Service Timer, либо по какому-то другому критерию, все зависит от метадата и как бы там конфигурация, как мы настроим наши Discovery серверы. Опять же, ScreenCloud саппортит два решения, и Eureka от Netflix и их не консул. У каждого есть плюс и минус, и Eureka, думаю, как бы он есть более популярный, потому что он уже более стабильный. Опять же, у нас есть паттерн load-balancing, когда у нас есть много инстанцев одного и того же сервиса, и, в принципе, нам нужно как-то снизить нагрузку для того, чтобы тот сервис мог процессить то, равно столько информации, сколько он может запроцессить на своем, как бы, релезе, скажем так, либо со своими там параметром, с которыми этот сервис был запущен. У нас обычно есть два типа load-balancing, есть client-site и какой-то сервер-based load-balancing. Вот client-site — это фактически, когда либо какая-то аппликация, либо когда другой микросервис, Опраш, опять же, коннектится к Discovery серверу, и сам просит у него выдать список инстанцев, интересующие его сервисы. Потом он как бы решает сам далее, какой из этого списка выбрать, либо используя какой-то там рандомный, либо какой-то round-robin алгоритм, либо можно придумать какой-то zone-based, либо tenant-based алгоритм выборки. Но это все очень flexible и позволяет делать такие плюсы, то, что, в принципе, клиент сам решает, какую стратегию load-balancing использовать. Что делает нас, в принципе, более agile, и мы можем очень быстро изменить этот алгоритм для того, чтобы решить какую-то там проблему, которая может возникнуть в нашей системе. Окей. Что дальше? Client-site. Spring Cloud. У них есть клиент от Netflix. Интеграция с Ribbon клиента, который очень просто позволяет интегрироваться с Eureka в Discovery сервер. Также есть дополнительный, как бы, еще helper-проект FAME, который дает нам, упрощает жизнь по интеграции как бы сервиса с другим сервисом. Опять, минусы клиент-сайт load-balancing от такого, если говорить конкретно про Eureka и про Spring Cloud, то, что, опять же, наши продукты, в принципе, должны быть Java-based. Если мы, наш какой-то сервис либо аппликация не Java-based, не может использовать Spring, не может использовать тот же Ribbon или другой, как бы, клиент, который умеет работать с Discover серверами Netflixа, либо Spring Cloud, то тут возникает вопрос о сервер, сервер-сайт load-balancing. Опять же, что у нас есть с этой семейства сегодня Клавдова? У нас есть ZOOL, это сервис, который, в принципе, они позиционируют его как сервис для интеллижент-ротинга, но в то же время мы его можем использовать для сервер-сайт load-balancing. Фактически ZOOL опрашивает тот же самый Discovery сервис на, как бы, список всех всех зарегистрированных сервисов и автоматически он мапит, как бы, эти сервисы на свои продукты. К себе, соответственно, клиент, который коннектится уже к ZOOL сервису, он уже может напрямую делать те же самые HTTP реквесты, вот, коннектиться к ZOOL, и, в принципе, ему уже не будет важно, мы выбираем эту прослойку, дополнительную, клиента и Discovery сервис. Тут на, как бы, таком графике показано, что, в принципе, такая, очень часто, как строят такую архитектурную сетку, что у нас есть какой-то load-balancer, который балансирует, в принципе, несколько инстансов ZOOL, а то же самое для того, чтобы сделать, предоставить какую-то high-me-lobility. Вот. Это может быть либо software, либо hardware load-balancer, это не важно. И тот же самый у нас есть ZOOL, который, в принципе, да, и коннектится уже, собрать информацию с нашего Discovery сервиса, у нас в данном случае есть два инстанса, вот, и, опять же, ZOOL, как бы, маппит, маппит, можем, REST методы того же, либо другого сервиса на себя. Так, еще один паттерн, который важен при разработке microservice-based апплика свить, даже продуктов, это circuit breaker. Что, о чем этот паттерн? Грубо говоря, у нас есть какой-то сервис, и мы знаем, что сервис может умереть какое-то время. Бывает такая ситуация. Вот. Может умереть не только он, может умереть все его инстансы, все его клоны, и, соответственно, если клиент коннектится и запрашивает какую-то функциональность того сервиса, может возникнуть проблема каких-то там таймаутов, и, соответственно, имея какую-то аппликацию, которая фактически имеет несколько ограниченное количество трэдов для того, чтобы обслуживать клиентские запросы. Зная, что все последующие запросы от клиентов будут опять же идти к нашему сервису, и этот трэд будет подвисать, очень можно быстро столкнуться с ситуацией, что у нас нету свободных трудов для наших клиентов, которые не обязательно должны использовать функциональность за файл нотового сервера. Поэтому есть такой circuit breaker паттерн, который говорит, окей, якобы есть монитор, если я знаю, что сервис А умер, то, в принципе, для всех будущих запросов всех клиентов я буду отдавать какой-то там предефайн респонс, который я знаю, до тех пор, пока наш сервис не восстановится. То есть в Spring Cloud у них есть хистерик сервер, который, в принципе, это решает эту проблему очень просто, я вам это покажу чуть позже, вот, и даже более того, у них есть хитрик дэшборд, который, в принципе, позволяет в реал-тайме посмотреть на ситуацию, что есть с нашими сервисами, либо, скажем так, операциями, либо как бы интим, которые базируются на этом циркумбрейкер, интегрируются с ним. Вот, вот это, как бы, я только покрыл такие все четыре основных паттерна, которые основные для разработки каких-то дистрибьютор, microservice аппликации, вот, мы сегодня не будем говорить ни о security, ни о каким-то там более комплексных паттернах, сегодня давайте быстренько пройдемся, потому что, что я, что мы обсудили, и попробуем построить, посмотреть, как это все можно построить очень, очень быстро. вот. Spring даже и Pivotal, не надо, как правильно сказать, как бы, компания, которая основатель Cloud Foundry фреймворка, даже не фреймворка, а клауд-системы, они разработали набор плагинов для Eclipse, либо тот же самый уже скомпилированный Eclipse с этими плагинами, называется он Spring Tools Fit, который позволяет очень просто работать с Spring Spring Boot Base проектами. Соответственно, что мы будем делать? Давайте поговорим, мы говорили о конфиг-сервере, поэтому давайте создадим новый проект, Spring Startup Project, соответственно, назовем его Config Service. кик-сервер, 1.8 Maven Base Project, и у нас есть выбор каких проектов, какие Maven Dependency включить, наш Maven, это фактически аналог того Start. Spring IPO, дешборода, который позволяет тебе настроить уже как бы готовую аппликацию со всеми Dependency и скачать это как архив, потом развернуть его и просто подключить к своему любимому лидеру. В принципе, мы выбираем только конфиг-сервер, компонент, больше ничего нас не интересует. Версия 1.2.5, которая стабильна. у нас есть наш сервис с аппликацией, для того, чтобы заенейблить в Spring Config Server, у нас есть одна простая аннотация, enable Config Server, сейчас посмотрим, работает ли у нас автозаполнение, конфиг-сервер, это достаточно. Дополнительные параметры, давайте поговорим о дополнительных параметрах, как у нас есть конфиг-сервер, в принципе, он должен работать с каким-то репозиторием. Так как этот конфиг-сервер дает нам выбор либо файл-бейст репозиторий, либо, это может быть какая-то папка, либо гид, либо тот же самый ай-бейст. и это我也 локальными сферами. Поэтому, что нам нужно? Открываем наш property, переним яму, его линия, сновидевшая структура. Опять же, что нужно узнать? Нам нужно указать, на каком порте будет работать в то же время нам нужно указать адрес нашего репозитория и указываем свой адрес на все должно быть очень просто посмотрим что у нас естественно мне есть несколько заготовлены соответственно мы ожидаем что-то эти все сайдинги с этим образом мы можем будем видеть наши клиенты смогут получать через допустим если мне надо хранить это сенситив дату примеру ключи амазона как не говорили в принципе есть то же самое есть вариант работы но в то же время что если не ошибаюсь тут же джуншон рассказывал что возможно шифровать данные на которые хранятся на том же репозитория передавать некий ключ который позволит тебе их шифровать насколько ну я и честно я я не смотрел на ту сторону вот но такой такой как бы ответ услышал как одних из основных мемберов для чего они говорят что это чем хорош такой паблик тоже в принципе ты можешь его сделать в то же время как и приватным передавай здесь дополнительные параметры password и юзерней вот в то же время мы можем мы можем написать уже свою имплементацию того же репозитория как бы немножко его заэкстендить добавить тоже прилип тут уже возможность данным случаем ничего работаем с публичными постами окей и что еще я хотел я хотел еще сделать и что я хотел описать принципе вот этот параметр очень часто используется в спринт продукта то же самое при интеграции с юрекой либо с тем же самым конфиг сервером другие продукты имея этот тег могут получать специфическую специфические параметры только по имя для себя как бы на базе вот это вот вот что мы увидим позже окей все стартуем запускаем нашу аппликацию и и имеем простой сервис где мой браузер весь мой браузер мы видим localhost по 4 восьмерки и что у нас есть вот базируется опять же по пути это есть наши наши как бы название этих файлов которых так как я показан есть несколько файлов вот фактически что я могу сделать и это и дополнительный параметр это идет профиль профиль описывает какой-то для того чтобы если я знаю что меня есть несколько инвариантами какой-то девелопмент свой инвариант либо какой-то стейдж на плюс продакшн в от этих пропортиз файла я могу иметь разные секции которые описывают какой-то конкретный инвариант делается это принцип очень просто добавляется добавляется дополнительный параметры секунду я сейчас стараюсь открыть и показал открываем какой-то 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 случай случае фактически если я укажу розове как минимум что я ожидаю получить что это сработать с cloud environment а вот я получу значение для переменных сервер код 12345 как это передать как изменить инвариант базовый инвариант с мастером на профиль с мастером на этический есть в них это есть изменить можно выполнить который я не помню как он называется в манифесте либо при при деплое на это там cloud-based рантайп а с платформу тот же самый cloud foundry ты можешь указать конкретно какой ты ожидаешь с каким профилем ты ожидаешь вот плюс при интеграции с докер-based на платформе тоже латис и либо докер консул то же самое в preference ты описываешь какой у тебя сейчас окей давайте идем дальше есть у нас какие-то параметры все хорошо теперь поговорим о discovery service discovery service опять же мы базируемся на юреке создаем что я сделал а я его открыл как сделать go back ладно cancel вот он starter project соответственно опять это у нас будет Eureka service Eureka application и будем что это Eureka сервер в принципе все больше ничего не есть открываем сейчас закрываем открываем наш аппликатор наш аппликацион практически опять же достаточно просто добавить одну ориентацию которая говорит нам нужно заинейблить Eureka сервер все кроме этого нам нужно добавить дополнительные преференсы которые опишут наш сервер application так дадим struct yamook и и и и см адрес нашего config config 7 sprint cloud config и и на плюс назвал наш сервис мы ожидаем что ожидаем что этот сервис законнектится к нашему config server и вытащит свои конфигурации базированному названию spring application соответственно он вытянет название порта давайте я открою и будет удобно сервер порт переменная вот и дополнительные Eureka специфичные параметры которые говорят что не регистрируй себя как сервис в себе же вот чтобы не было окей все опять запускаем аппликацию аппликацию том как упал потому что мы не можем сделать помечный эффект окей тут строп yaml local 88 у меня аппликация запущена есть Eureka service он так 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 с с и с и 1 и с с 1 и и с и с спирин cloud config так секунду оставим application 0 и забьем наше аппликацию разберемся разберемся позже окей стартаном на порту m7.6.1 смотрим проверяем окей у нас есть статус у нас нету ни одного сервиса зарегистрирована так как нету никаких реплик живых для этого Eureka у нас есть такой traceback тут красивый который говорит что нету реплик вот для того чтобы от него избавиться надо как минимум еще один instance Eureka в нашей сети здесь окей идем дальше теперь давайте построим какой то простой простой сервис который фактически будет регистрирует себя в нашей сервис речи демо сервис окей что мы говорим клиент Eureka клиент конфи клиент ага все я понял в чем причина для когда мы строили Eureka мы добавили дополнительные депенденции чтобы говорить что мы есть string cloud конфи клиент поэтому он не смог законнектиться к нашим конфиг секторам окей мы будем в будущем использовать мы будем использовать history и people и ну м а м м м нашего конфиг сервера для того чтобы он у нас есть демо-сервис который говорит что окей у нас старт они пожалуйста на порте 4 путевки знаю что если в application property с аэропорт перемена не задана используется репортная 888 8000 8000 ok bootstrap.yaml опишем себя скажем что spring name это есть демо-сервис это даст нас возможность вытянуть правильную конфигурацию с конфиг сервера и зарегистрировать себя в свой сервис пиуре к сервере вот такие окей самой аппликации что мы собираемся сделать что мы говорим чтобы зарегистрировали себя в discovery сервер и давайте соблюдим какой-то простой рест контроллер для того чтобы мы сделали какой-то видимо сервиса что-то что-то делал что мы сделаем сделаем какую-то простую аннотацию реквест марта нам будет возвращать какой-то список музыкальных все очень просто соответственно у него есть аннотация json value для того чтобы когда мы возвращаем список этих объектов класса джамп автоматически джисон сервисер использует этот метод для того чтобы сенсоризировать класс окей едем дальше теперь что нам нужно сделать остат файл статическими которая соответственно что делать создает три инстанса класса джанра по классику урок все ну вот стартим опять же что мы ожидаем чтобы он законнектился нашему конфиг серверу и стартнул на порте четыре пятерки вот мы видим что он стартнул на порте четыре пятерки соответственно мы существовали смогли законнектись нашему конфиг серверу и вытянуть необходимую информацию вот плюс теперь мы должны зайти на наш юрико сервис и посмотреть если наш единственное с нашего сервиса ожидаем несколько секунд я так ведусь вот он есть наш демо сервис и его статус все окей что мы еще сделали мы сделали просто раз контроллер провис возвращает нам список наших объектов которые сервисе окей идем дальше мы зарегистрировали нашего наш наш сервис сервис регистри теперь нам нужно как-то иметь иметь методы для того чтобы задискаверить наш сервис соответственно что мы сделали сейчас мы опять делаем аппликацию простенькую которая будет служить нам неким примером клиентов для нашего сервиса что мы будем делать да кстати хистерикс фейн и рибон и юрико клиент и конфиг клиент опять же рибон фейн мы используем для клиент-сайд для того чтобы задискаверить наш сервис в дискаверий сервере хистерикс мы будем использовать для того чтобы показать сирку брайкер паттер так окей теперь что нам нужно опять же нашим которым мы должны указать локацию конфиг сервера cloud.config.br в application properties мы ничего не будем указывать заставим непростые так и пошли в нашу аппликацию соответственно что мы будем делать я хочу я хочу достать нашего дисковые сервера информацию о нашем демо сервисе как это сделать соответственно у нас есть discovery client у нас есть этот трибун сервис который фактически позволяет он он есть юрика и он очень просто позволяет законнектиться к нашему юрика сервису и достать информацию о наличии того или виноват сервисе окей что мы сделаем чтобы это не все все долго у меня есть темплик при готовом мы делаем новый компонент который он запустится при старте my own bot application конечно у меня будет discovery client нет я говорю discovery client будь добр за коннекцией мне сначала к моему конфиг сервису вытяни пожалуйста оттуда информацию о локейшене юрики сервера которая находится у меня в дефолтном application properties файле вот юрика кларин сервис url находится вот он стартани мне пожалуйста эту аппликацию на любом порте которая тебе понравится вот и будь добр покажи мне все инстансы которые есть заинстрированы были с именем дамаса пожалуйста принято не мне в стандарт а у пуд постный порт и сервисы поехали окей у нас есть стартанул наш тонкарт контроллер зарегистрировался на каком-то новом порте что мы видим мы видим а вот что у нас есть демо сервис на моем хвосте локально на 4 пятерки ну недостаточно информацию надо обычный клиент который работает с микросервисом должен что-то туда вытянуть как мы говорили что протокол коммуникации сервисами он пресс-бэйс естественно что нам нужно заинвокать какую то пресс-команду что мы делаем дальше у нас spring вот позволяет работать с пресс-тринплитами что мы делаем опять же делаем команд-лайн-ранер команд-лайн-ранер компонент который имплементирует команд-лайн-ранер создаем и говорим и говорим будь добр вызвали мне пожалуйста этот метод вот этого сервиса демо сервиса и будь добр возвратим мне результат типа давайте создадим простой класс который принимает инструктор какой-то стрим вот вот и все в результате когда мы получим response просто принты не каждый стандарт окей смотрим что там у нас запущено демо мы его столкнем и запустили зону получили вот мы инстант нашего сервиса вызвали его методы 4 метров genres получили у нас три списка музыкальных жанров окей а как я говорил есть спринклауд позволяет но это не есть очень такой запренд на самом деле вот используя все растимплики и на самом деле он очень удобно чтобы разобраться с этими списками если у нас параметриотизированный кирилл это очень большой поэтому спринклауд говорит что ребята говорят что давайте использовать у нас есть такой handy project называется фейн вы можете создать просто интерфейс которому описать реквест маркетинг который вас интересует и с помощью вот этого заменить вот этот exchange используя остальные окей это я не сделаю то есть это на минуту это демо аппетит стопки мы говорим у нас есть фейн client который будет говорить что я работаю с демо сервисом мы создаем интерфейс с реквест метод который мопится на наш нужный метод который мы хотим вызвать метод type get никаких параметров все просто очень быстро который говорит используя заинжекте мне пожалуйста бин такого интерфейса вызови пожалуйста его метод и каждый элемент который ты получишь в результате вот этого просто принят для того чтобы это заенеблить достаточно чтобы адфейн работал достаточно добавить еще одну аннотацию enable fame clients ну и соответственно при выборе проекта у нас должен в депенденции быть starter fame окей видите я задесейблил нашу предыдущую имплементацию теперь мы работаем полностью вот наш фактически все свелось к одной строчке мы заинжектали нас наш бин gen client который соответственно все вызвало очень супер мрачный окей вот так получается как бы сервис discovery теперь я хотел бы когда мы говорили о circuit breaker паттерне давайте симулируем ситуацию когда наш дебо сервис отвалился вот соответственно для того чтобы сделать какой-то fallback и каким-то правильным образом обработать этот error для того чтобы последующие клиенты которые будут использовать функционал этого сервиса не валились таким же трейсбеком либо таймаутом мы должны это обработать для этого скринклауд дает нам возможность использовать хистерикс tool от netflix и и и что мы сделаем давайте его заенамимим соответственно у нас есть дополнительная аннотация enable хистерикс есть теперь теперь пишем интеграцию создаем простой хистерик интеграцию компоненту которому мы автоварим наш genus client который соответственно мы используем наш pain для того чтобы авторгироваться от у нас есть метод уберем get genus который мы будем вызывать чуть позже мы говорим клиент клиент вызовем пожалуйста этот метод get genus дай мне пожалуйста этот результат но мы добавляем дополнительную антацию хистерикса говорим что в случае error будь добр пожалуйста вызвать другой метод default genus который мы что говорим вызвать просто empty list соответственно в этом примере выдать просто empty list соответственно мы ожидаем если мне сейчас будет потушен мы ожидаем не получить никакого error месседжа ничего а просто пустой лист соответственно грейсвали обработать этот exception какие есть давайте соответственно создадим какой-то наш контроль rest контроллер который мы обернем вот эту всю интеграцию вот в нашем демо аппликейшене у нас будет новый рейс метод genus хестерикс который что будет делать использовать нашу интеграцию genus integration которую мы только что описали заинжекили этот компонент который мы только что описали вот и вызываем его метод соответственно либо если все окей вызвется нормальный генгенес метод и выдавит список моих музыкальных джанров либо если у меня сервис будет потушенный вызывется вот этот метод который вернёт мне просто пустой лист. Ну, вроде бы всё. Давайте. Что тут? Это стопный, а это картонный. Фейл. Вот мне будет какой-то результат. Окей, давайте видим какой порт. Порт 50308. 50308 и gems histrix. Вот он. Мы обернули этот location histrixом. Всё окей, мы всё получаем. Но не так всё просто. Давайте потушим наш сервис. Тушим наш сервис. Потушили. Соответственно, что у нас? Юрека должна сказать, что у тебя ничего не должно сейчас быть. Она раз в 30 секунд где-то действительно обновляется. Окей. Наш сервис должен быть мёртвым. Вот и пошёл таймаут. Юрека тоже должна что-то там не сказать. Окей. Потом подождём. А тут мы обновляем нашу страничку, и мы должны что? Получить пустой список. Вариантов фоллбэка множество. Мы можем возвращать либо ну либо можем менять какую-то там переменную, которая нам будет по умолчанию даже не пытаться коннектиться к нашему сервису и смотреть ага, какой-то монитор включен. что либо если мы видим, что сервис фейлит, мы отключаем и не процессим абсолютно реквесты для всех новых клиентов. То есть вариантов очень много, хистер, очень очень powerful tools настройок решений комбинаций очень много. То есть это очень простой пример. Окей. Давайте стартанём наш сервис опять. Заново. смотрим что у нас всё. Окей. Всё восстановилось. Так. И поговорим немножко о сервер-сайд load-balancing. То есть мы сейчас обсудили практически конфигуратор, конфигурацион сервис, написали очень самый простенький сервис, зарегистрировали его в сканере сервера в Европе, показали какие варианты как можно добраться для этого сервера, используя разные дополнительные штуки. Поговорили немножко о circuit-breaking паттерне. И в принципе всё окей, но давайте ещё обсудим наш стерверс load-balancing. Я не хочу иметь какие-то там хитрые алгоритмы доставания наших сервисов, интеракции сервисов, Я хочу иметь какой-то там как у меня в презентации было что-то типа load-balancer, который нам фактически будет интегрировать наши все сервисы в один сервис. Окей. Поэтому давайте сделаем новый Zool-сервер, новый проект. Опять же, с применем пути, всё настолько просто. Zool. Что мы говорим? Это будет клиент Configuration Server, он будет Discovery клиентом Eureka и он должен быть Zool-сервером. Всё, думаю, достаточно. Окей. Опять же, идём открываем наш сервис. YAMO файл в котором мы говорим, что опять string application name у нас будет Zool и string cloud адрес нашего Config Server и Zool-сервера всё. Тут всё. Application properties пусто. Нам он не интересен. Единственное, что я хочу это открыть, у меня будет API preference для ману Zool. Тут единственное, что указано, чтобы он стартанул на порте 6000. Окей. Пусть будет так. Возвращаемся. Опять, единственное, для того, чтобы занаблить нам наш сервис Zool-сервер, для того, чтобы он служил неким прокси и load balancer, нам достаточно добавить одну аннотацию. адрес Zool-сервер фактически он будет мне служить неким сервер сайта load balance. Стартуем. Что мы видим? Наш сервер стартанул на порте 6000 и за марку пили два URL demo service. И bootstrap это application name дефолтный от нашего demo application. Потому что я его не указал. Ну окей. Окей. Едем. Опять, закрываем. Local host port 6000 demo service что я сделал не так. Смотрим. demo service я выпустил какую-то конфигурацию не кажется что он очень не посвятил. где-где-где. Где-где? Где? Где? Ну вот, собственно, и все. Так, что мы прошли, что мы сделали? Соответственно, мы немножко поговорили о нашем хистриксе, обсудили серверный client-side load-balancing, фактически, что в нашем случае он выступал неким прокси, для того, чтобы убрать эту необходимость discovering сервиса, он это делает автоматически, connect us к его сервису. Ну и обсудили тоже варианты discovery, и поговорили немножко о configuration service. То есть на сегодня, я думаю, что все, и дальше, что я хочу, зачем поработать, что показать? Дальше я хочу показать варианты, возможные deployment наших аппликаций, которые microsoft-based аппликации, в какие-то реальные пассы environment. То есть фактически это интеграция с докером, есть несколько вариантов, как это можно сделать. Есть Cloud Foundry у нас готовый, который очень просто это все сделать. У него есть классный CLI, в принципе, у него есть той же интеграция с Eclipse, можно одним кликом взять и задеплоить наше приложение на Cloud Foundry. Не болит, конечно, нет, да, можно. Вот. То есть вот так. То есть это будет в следующей сессии, я покажу варианты, как это можно делать. Возможно, если будут какие-то пожелания, подготовлю еще какие-то дополнительные информации по какому-то компоненту, интересующему вас. Все, вопросы? Нет вопросов. Не так быстро. Не всегда так быстро размютываются люди. Ребята, есть вопросы к Юрию? Здравствуйте. Окей, раз нету, спасибо большое. Sorry, sorry, есть один вопрос. Насчет ZOO. Он поддерживает Sticky Session? То есть если это будет какой-то SSO, нормально разбалансить? Да-да-да, он настолько мощный, что ты можешь его наконфигурить, работать абсолютно с разными типами сэрвисов. То есть либо это будет Secure, или Communication, либо как ты показываешь, тоже есть на Sticky Session. И в принципе, то есть мануально можно маппить роуты. То есть он используется в основном как для Intelligent Routing. То, что я сейчас показал, какой-то очень простой пример для того, чтобы он бастовал как прокси, это только для того, чтобы я покрыл как load balancing pattern client-print сервиса. Но основная его задача это идет Intelligent Routing. Еще вопросы. Есть какой-то у SpringHour механизм поднятия реплик, то есть держать их в каком-то холодном резерве или как-то там поднимать новые реплики. А вот это и есть задача у наших всех рантаймов и наших пассов и разных платформ, для которых рекламируется. Что у нас есть тот же Cloud Foundry, который в принципе, ты можешь сказать, что у тебя есть может быть несколько инстансов или копий того же либо иного сервиса и фактически ты можешь сделать там настроить разные стратегии по стратегии по recovery файломутого сервиса. Ну я понял, то есть это уже будет спринг, да, это уже, да, спринг это что? Это просто набор тулов, которые тебе позволяют решать какие-то там паттерны, не более чем. То есть в следующей сессии я хочу именно показать решение в Docker-based решении базировано на Lattice, на Docker Console, которые тоже позволяют тебе делать в принципе с нашей аппликации делать такие контейнеры и ранить на таком как бы все вот Cloud Environment, для того, чтобы девелопер мог локально в принципе сертифицировать эту экосистему микросервисов у себя на локальном environment. Про Cloud Foundry можно поговорить тоже, но могу показать, но это есть как бы платный solution, но это надо уже, чтобы конкретно клиент, с которым вы будете работать уже, как конкретно говорил, что мы хочем базировать на Cloud Foundry. Есть другие интеграции с Amazon, но я честно не знаю, есть ли необходимо все это покрывать. плюс плюс опять же этих рантаймов, то, что много из этих паттернов, которые мы только что показывали, которые мы сами пишем, тот же Config Service, тот же Discovery Server, это уже есть просто как часть уже готового компонента, который ты можешь просто добавить в маркете того же либо нового рантайма на конфигуре тебе запустить и все и не перешаться. Но для локального сетапа, если тебе нет такого клауда, ты делаешь это на своем локальном конвайрменте, и тебе возникают такие проблемы, такие паттерны, вот Spring Cloud для этого и существует. Окей, спасибо. На самом деле очень загорелся что-то свое написать. На самом деле все очень просто и очень круто, когда оно все работает в первый раз. Окей, вопросы? Нет вопросов, мы немножко перебрали все время. Хорошо. Всем спасибо за внимание, за то, что меня перевели. Спасибо большое, Юрий, за сегодняшний доклад. Напомню, сегодня